Всего 2% мусора в Пермском крае идет на переработку. В сравнении в Германии эта цифра достигает 65%. Одна из причин низких показателей в нашем регионе – отсутствие сортировки, говорят игроки рынка. Даже в краевой столице точек для раздельного сбора мусора ничтожно мало. Я промониторила весь рынок Пермского края, нашла только 27 пунктов. И пришла к выводу, что необходимо автоматизировать данный бизнес. И, собственно, начала разработку этого проекта. Само устройство не свежо. Однако пермский разработчик сделал его в 4 раза дешевле, чем импортный аналог. Себестоимость Пермского экобота – 100 тысяч рублей. Рассчитанный объем – 25 килограмм. Стоимость одного устройства при максимальной загрузке и ежедневной выгрузке планируют окупить меньше, чем за год. Это будут такие современные короба, куда можно будет поместить отход и взамен получить чек на скидку в гипермаркет. Разработчик решила самостоятельно выйти в торговые сети. Те уже предварительно выразили согласие на эксперимент. Так же, как и отдельные поселения по типу коттеджных поселков. Елена взяла за основу систему, когда сортировкой занимается сам потребитель, а не подрядчик. Однако краевые власти решили пойти иным путем. Согласно новой схеме ТБО, в планах построят 6 современных полигонов с сортировочными станциями. Предполагается, что так удастся увеличить переработку до 20%. Но власти некоторых муниципалитетов сомневаются, что такие цифры удастся получить в целом по краю. Городской мусор, как я уже сказал, это 95%. Это упаковка от того, что мы несем с магазина. И какие-то пищевые отходы, биологические отходы. Деревенский мусор на 95% состоит совершенно из других вещей. Это отходы сад-огород, это кустарники, это ботва, это старые покрышки, это металлолом. Ну, я уж не говорю там про стекло и так далее, и так далее. То есть, ну, это совершенно другой мусор. Однако изменения в законодательстве диктуют жесткие условия. Картон, металл и ртуть, содержащие компоненты, которые подлежат обязательному изъятию, без сортировки не выделить. А без перерабатывающих предприятий полигоны, как объекты лишь захоронения, малоинтересны бизнесу. Ведь доходы с этого вида деятельности низки в сравнении с первоначальными вложениями. Стоимость строительства такого современного полигона составляет 100 миллионов рублей. Ну, это все длинные деньги, да. Окупаемость там минимум 7-10 лет у таких объектов. Наш основной заработок – это от переработки именно отходов, а не от захоронения. Захоронение – это убыточная история, которая работает по тарифу. А тем временем на переработке можно получить приличную прибыль. Например, в единственном в регионе экопарке, где организован полный цикл обращений с отходами, на сегодняшний день сортировку проходит 10% от всех собранных отходов. За счет этого предприятия получают 90% прибыли. Налажено несколько направлений производства материалов из мусора. Одно из них – изготовление альтернативного бетонной плитки продукта. Это композитная плитка-бручатка. Она хороша для потребителя тем, что она не теряет своих свойств. Со временем она не выцветает, она не впитывает воду. А раз она не впитывает воду, она все очень хорошо показывает. Вот в осенне-весенний период, когда то мороз, значит, то оттепель, то оттепель, она, в отличие от бетона, не расслабивается и не трескается, с ней ничего не происходит. Законодатели уверены, бизнес придет в нишу перерабатывающих предприятий, полагая, что предприниматели будут бороться за право заниматься данным видом деятельности. Однако остается вопрос в том, когда будет в итоге реализована схема обращения с ТБО. К 2020 году срок эксплуатации почти всех лицензированных свалок в крае подойдет к концу. А когда появятся новые – неизвестно. Ольга Юшкова, Антон Лифанов, Павел Киселев, РБК Перим.